И в продолжении темы сегодня у нас в гостях руководитель республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора Николай Павлюк. Николай Владимирович, здравствуйте. Ну вот так начался год, немножко стрессово, да, лануденцы остались без тепла в такое самое холодное время. Все-таки, вот я знаю, сегодня состоялось совещание, были озвучены какие-то цифры, да, последняя ситуация. Сколько часов устранялось аварии и по количеству домов, сколько это жителей? Как вообще сами оцениваете серьезность, да, аварии? Ну, любое такое происшествие, оно, конечно, любое является серьезным. Оно касается жителей. Такая ситуация произошла. За этим наблюдает орган местного управления, администрация города. Это в их компетенции, они следят за ситуацией. Авария, насколько мне доложили на планерном совещании, устранена. Определенная опасность она была, но она устранена. Те жители, которые попали под следствие этой аварии, там порядка 300 домов. Если у них там свыше 8 часов, ну, с превышением 8 часов продолжает быть холодно, они об этом, об этом знают их управляющие организации или ТСЖ. Порядка 9 управляющих организаций в этом жилищном фонде участвуют. Составляется акт о наличии холода в квартире. И при наличии такого акта тот, кто собирает деньги, это ТГК-14, они должны сделать перерасчет собственникам, у которых некачественная услуга. А так, авария, она, ну, я уже сказал, она ликвидирована. Ну, остались какие-то последствия, которые будут доустранены уже непосредственно управляющими организациями, обслуживаемые, ну, которые обслуживают те дома, которые подверглись аварии. Несмотря на это, все-таки жители, они продолжают говорить о том, что жаловаться на холод, да, в домах. Вот можно ли взыскивать траты на обогреватели? Если это, ну, свыше, я уже назвал, свыше установленного норматива по времени, ну, свыше 8 часов у тебя продолжает быть холодно, то тебе должны произвести перерасчет платы. Перерасчет. Такое возможно? Да, такое возможно. Почему 8 часов? Потому что за 8 часов, дом же он как аккумулятор, он не сразу теряет тепло, он его теряет постепенно, ну, и потом постепенно набирает. И вот в зависимости от температуры внутри помещения оценивается качество услуги отопления. И если это больше 8 часов, и это заактировано, то тебе должны сделать перерасчет. Сам принцип перерасчета, он как раз и будет учитывать те деньги. Перерасчет – это же возврат денег. Они как раз и компенсируют те затраты, которые человек понес, если он пользовался обогревателем. Но обогреватель при этом надо учитывать, что он должен быть пожаробезопасным. А если, допустим, человек заболел или у него что-то перемерзло, вот здесь тоже можно взыскать? Ну, это уже в судебном порядке. То есть если есть доказательства, то, конечно, есть такое право у собственника в судебном порядке доказывать вот эти, ну, какой-то моральный вред, плюс вред здоровью, который уже оценивается медицинскими какими-то документами. Уже судья там примет решение. Ну, власти оценивают, да, аварию как очень серьезную, да. Вот скажите, что касается нормативов, а для жилых домов, для коммерческих комплексов, вот какие есть нормативы и как должно быть, да, сколько градусов? В городе ООН-УД 20 в рядовых квартирах и в угловых 22 градуса. Это установлено правилами предоставления коммунальных услуг, приложение 2, по-моему. И вот подытожим нашу беседу. Все-таки в таких ситуациях что жителям делать, куда обращаться? Обращаться в управляющую организацию. Если бездействует управляющая организация, обращаемся в орган мест самоуправления. В каждом есть единая диспетчерская служба. Телефоны можно, если не знаете, можно их всегда узнать на нашем сайте, на сайте органов мест самоуправления. Ну, они все в публичном доступе размещены. Более подробно мы поговорили об этом в программе «Актуальная тема». Смотрите уже сегодня, не пропустите, а мы продолжаем выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова